В России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека. Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. В нашей лаборатории совместно с компанией ArtMid проводится разработка по созданию искусственного мяса. Для этого у животных, не убивая животного, можно взять небольшой образец биоматериала. Это как если бы мы пошли к врачу и взяли небольшую биопсию на гистологическое исследование. После чего из этого образца можно вырастить клетки животного в больших количествах и уже с помощью этих клеток создать, грубо говоря, мясо в пробирке. Таким образом можно создавать мясо, контролируя его экологичность и пищевые параметры. При создании искусственной еды будут использованы клетки животных, которые планируются выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий. Ожидается, что потребители не почувствуют особой разницы между культивируемым мясом и традиционной едой. Мы планируем не просто, например, выращивать в клетки мясо, то есть мышечные клетки. Дело в том, что для того, чтобы воспроизвести структуру и вкус мяса, необходимы и другие клетки. Это и жировые клетки, и соединительные ткани клетки, то есть, условно говоря, и прожилки, и хрящи. И наша задача именно разработать технологию, как, совмещая разные типы клеток, добиться максимального соответствия естественному варианту. В разных странах мира уже запущено около 30 проектов развития технологии производства культивируемого мяса без антибиотиков и вредных компонентов. А на выбор продукта биологами из Казани в некотором мире повлияли традиции Республики Татарстан. Мы разрабатываем не только, на самом деле, канину, но и другие типы мяса, например, рыба. Почему канина? Потому что, ну, во-первых, этот сегмент пока еще не занят на мировом рынке по разработке, скажем так, искусственного мяса. А во-вторых, халяльная продукция, канина, она несет определенную, скажем так, культурную ценность для нашего региона. И мы надеемся, что подобного рода продукция будет востребована не только в Татарстане и в России, но и в других частях света. Первую котлету стоит ждать уже через три года. А кусковое мясо, возможно, напечатают на биопринтере спустя пять лет. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова